Только вчера они кружились в праздничном вальсе последнего звонка, а уже сегодня стоят на пороге новых достижений. В Ульяновске открыли период сдачи единого государственного экзамена. Его выпускники школ региона сдают на 30 площадках. Первыми марафон ЕГЭ открыли ребята, которым для поступления в ВУЗ необходимы знания химии, географии и литературы. Последний предмет выбрали творческие дарования. Скорее всего пойду учиться на либо организации мероприятий, либо медиакоммуникации. Медиакоммуникация – это что-то типа рекламы. Мне это всегда было интересно. Мне нравится все организовывать. А кем мечтаю стать? Счастливый человек, наверное, в первую очередь. И литература, наверное, надеюсь, поможет с этим, потому что она развивает душу. Чтобы душа не болела на пути к желаемому, для ребят постарались создать комфортные условия. Всех выпускников рекреация встречают с улыбкой. Стараются настроить на успешную сдачу экзамена. Сама процедура ЕГЭ проходит стандартно. За каждым учеником закреплено место. Его объявляют на входе в аудиторию после проверки паспортных данных. С собой можно взять воду, пару запасных ручек. А вот сладости на перекус и мобильные телефоны придется оставить в коридоре. Доброжелательная обстановка. Организаторы прошли инструктаж. Все знают, но не было еще ни разу такого, чтобы нервные эти организаторы, нервные дети. Дети имеют право приносить на географию распечатанные им карты. Они уже у них находятся в аудиториях. Организаторы им их раздают. На экзамен по химии можно взять непрограммированный калькулятор, а по литературе орфографический словарь. Шпаргалки и прочие подсказки не помогут. Да и принести запрещенку в класс вряд ли получится. На каждой площадке работают камеры видеонаблюдения. На сам экзамен у ребят есть от трех до трех с половиной часов в зависимости от предмета. Сколько удалось набрать баллов за это время, будет известно не позднее 13 июня. Чуть позже огласят результаты и по другим предметам. По плану следующий в списке русский язык. По нему ученики будут сдавать ЕГЭ 29 мая.